В Россию вступили новые правила отнесения дольщиков к числу пострадавших от недобросовестных застройщиков. Да, нововведения вступили в силу с 23 февраля. Они позволяют увеличивать количество людей в реестре обманутых. Теперь нарушение застройщикам строительных норм, требований градостроительного плана и проектной документации не может стать основанием для отказа во включении в реестр. Ну какие еще изменения? Что это нам сулит? И так далее. Вот обо всем этом мы поговорим с гостем в нашей студии. Давайте поприветствуем в студии программы «Наше утро» ранним утром. В первый день весны, выйдя из зимних морозов, пришла Лариса Борисовна. Лариса Борисовна является заместителем начальника управления строительства, министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Да, правильно. У вас сложная такая должность. Ну доброе утро, во-первых. Доброе утро. Лариса Борисовна, ну во-первых, как вам первый день весны? Вот давайте сейчас не о работе, а о настроении. Как вам первый день весны? Настроение отличное. Первый день весны, правда, морозно немножко. Морозно. Вот такая весна. Мы на Урале. Ну а теперь уже давайте, ну, по-вашему вопросу, что называется, да? Вот раньше попасть в реестр дольщики могли после того, как банк или компания страхования ненадежного застройщика были ликвидированы, да? Вот сейчас какие изменения? Что произошло? Ну, согласно изменениям 560-го приказа, в настоящее время банк или страховая компания существует и находится в стадии банкротства. Значит, компания еще может существовать, да? И тогда уже человек может спокойно подавать. Мы очень много людей отказы делали только из-за того, что страховая компания ликвидирована. А вот есть же какая-то все равно, да, ну, не знаю, там, план, какая-то норма сдачи. Вот сколько должно составлять просрочки, чтобы вот дольщика можно было вот отнести к... Сейчас тоже одно из изменений приказа. Было 9 месяцев, сейчас просрочка должна составлять 6 месяцев. То есть уже, ну, намного меньше. Да, временной, да. Да, на квартал, грубо говоря, сократили. Не, ну, понятно, как бы строительство, это сложная система, все может быть, но полгода уже все. А какие требования есть у Минстроя, вот чтобы попасть в данный реестр? Ну, во-первых, есть приказ Министерства строительства Челябинской области, 101-й, он приказа 27.06.2017 года о приеме и подаче заявления. Человек приходит по предварительной записи, он, значит, звонит, телефончик есть на сайте Минстроя. Да, записывается, приходит по адресу Елькина, 77, прием у нас ведется вторник, среда, четверг с 8.30 до 12 с документами, удостоверяющими личность и плюс документами, которые гласит 560-й закон. Это копии документа, ну, тоже паспорта, платежные документы, договор долевого участия и судебный акт, который вступил уже в силу от их требований. Ну, об этом мы говорили уже сегодня на нашей программе, но вот скажите, на вашем сайте вот прям прописано, какие документы нужно взять? Да, да. Или ссылаясь на 560-й закон, там простое нажать? Нет, нет, нет. И потом дать человек думать, что же делать, что же делать? Нет, все прописано. Все прописано, конкретно по куртам, да? Да, да. А вот реестр, он дает какие-то гарантии обманутым дольщикам? Ну, в данный момент я только могу сказать, что есть у нас распоряжение губернатора Челябинской области, которое утвердило дорожную карту по осуществлению мер и по удовлетворению прав граждан, включенных в реестр. То есть разрабатываются определенные мероприятия, чтобы исполнить обязательства участников долевого строительства. Вот, смотрите, вот когда, сейчас грубо скажу, когда чиновники в нашей студии производят фразу «дорожная карта», обычно зрители сразу думают, так, какая дорожная карта? План-график можно назвать еще. Давайте, да, чтобы мы обычные. План-график. План-график рассматривается под председательством заместителя губернатора. И последний вопрос, наверное, вот так скажете, вот зритель сейчас нас смотрит, да, не дай бог он является вот именно этим обманутым дольщиком. Это на самом деле ситуация очень страшная. Да, вот что ему сделать, вот прям вот первому, давайте еще расскажем, прям попунктно, вот раз, два, три. Зайти на сайт Министерства строительства инфраструктуры, посмотреть на 560 закон, да? Если они подходят под эти, конечно, естественно, еще можно добавить, что человек должен посмотреть этот 560 закон. Там 8 критерий, и обязательное включение в реестр, это чтобы все подходило под эти все критерии. Ну, а если, допустим, вот по какому-то критерию человек не проходит, что ему дальше? Значит, будет отказ человеку. Ну, он же все равно может у вас проконсультироваться, это не то, что отказ, до свидания, да? Нет, ну, естественно, что мы консультируем, как идти дальше, куда идти, как действовать. В общем, самое главное, я так понимаю, поправьте меня, если вы не прав, что, самое главное, не бояться. Прийти к вам, вы все объясните, все расскажете и покажете. Вот, 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 за это я люблю нашу правительство. Все объяснят, все расскажут. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Ну, а я напомню, что в гостях у нас была Лариса Шелюдина, заместитель начальника управления строительства, Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.